Всем привет! Я наконец-то привел свою TR9S в человеческий вид. Она теперь похожа на спортивный снаряд, которым и должна быть в моем понимании. Я ее потестировал, я ее сравнил со своей Saigoy 9 и готов с вами поделиться своими впечатлениями. Поставил я на нее комплект от Custom Guns. Почему его? Да потому что, на мой взгляд, это единственное прям готовое решение, которое в комплексе ставится на Saigoy 9, на Saigoy в 345 калибре, который с парадоксом. Ну и теперь я выяснил, что на TR9S этот комплект тоже хорошо встает, и сразу получаем комплексное решение для занятий практической стрельбой. По тому сету, в котором Saigoy теперь получилось у меня. Начнем с приклада. Здесь все просто, я его не менял. Я попробовал пострелять с ним. Не сказать, что он очень удобный, не сказать, что он очень неудобный, но после приклада, к которому я привык на Saigoy 9, он незаметен. То есть, это говорит о том, что он мне подходит. Из минусов этого приклада при стрельбе, при использовании активного обнаружился только один, он люфтит. Немножко раздражает, я бы сказал, но такое и на обычных телескопических прикладах с трубой часто возникает. Пистолетная рукоятка. Я ее оставил штатной, а в дальнейшем я ее, наверное, на что-то поменяю, но пока есть как есть, она мне тоже не мешает. Калиматор здесь тоже пока сейчас стоит, затычка от Markul. Очень дешевый калиматор, но я очень давно им пользуюсь уже и он не подводит меня. На что только его не ставило, он живет и живет. У меня просто-напросто нет второго 510-го холосана, поэтому пока временно вот такая вот затычка на запасной карабин. Новое цевьё от Custom Guns. Новое для меня, потому что я до сих пор пользуюсь на Saigoy 9 первым поколением. Карбоновое цевьё. Форма каплевидная та же самая осталась. Увеличилась планка Picatinny, она теперь длиннее. Левая рукоятка взвода и затворная задержка. Вот это на самом деле самый полезный функционал этого цевья. Попользовался вот не такое большое время сейчас, но уже постепенно привыкаю к тому, что есть левая рукоятка. Все еще иногда пытаюсь разряжаться правой. Столкнулся уже несколько раз на своей Saigoy 9 с тем, что в какой-то момент начинаю искать уже левую рукоятку спереди. То есть это говорит о том, что рукоятка эта полезная, удобная и при возможности ставить ее нужно. Также функция затворной задержки в третьем положении помогает. Ну, при заряжании некоторые используют, я и при заряжании не пользуюсь. Из нюансов по цевью. Те, кто ставил это цевьё самостоятельно, знают, что то видео, которое на сайте Custom Guns опубликовано с установкой его, не совсем соответствует действительности. По трудоемкости там, ну, немного больше, чем показано на видео. Так вот, порадовало то, что наконец-то это цевьё стало без каких-либо допиливаний вообще. Цевьё удобное, укватистое, с функционалом в виде левой рукоятки и затворной задержки. Полезно, на мой взгляд, это вообще первое, что нужно ставить на Saigoy. Очень удобная штука. В сравнении с моим карбоновым цевьём немножко баланс поменялся. Он неплохой, он нехороший, он просто другой. ДТК я поставил тоже от Custom Guns, двухкамерный, короткий. Идея была в том, чтобы сократить длину, которая без того немножко выросла. На мой взгляд, абсолютно не критична при выполнении упражнений. По крайней мере, ни разу у меня не было такого, что зацепился за декорацию, либо ещё что-то у меня возникло. Здесь, к слову сказать, приклад немножко короче, чем на моей Saigoy 9. Ещё одна приятная мелочь, которую я поставил, это расширитель шахты горловины магазина. В принципе, деталь, которая сильно не добавляет нам функционала, но в определённых случаях бывает полезной. Стоит недорого, поэтому ставить тоже есть смысл. Кнопка сброса стандартная, под большой палец правой руки. Я к таким кнопкам привык. Для того, чтобы магазин на ней сбрасывался, нужно подпиливать магазины. Здесь мы имеем точно такую же ситуацию, как и на Saigoy 9, на любой другой Saigoy под пистолетный патрон. Предохранитель. Ну, здесь New Org Style. Сам я его запилил. Штатный предохранитель хорошо работает, всё с ним нормально. Я из старого просто сделал наподобие того, что у меня стоит на моей Saigoy 9, чтобы при тестированиях я мог теми же движениями пользоваться при снятии предохранителя. Предохранитель полностью рабочий. УСМ блокируется, УСМ разблокируется. Также при складывании приклада УСМ тоже блокируется. То есть все эти вещи в соответствии с законом работают. Я вам настоятельно рекомендую обращать внимание на вот эти нюансы, если вы самостоятельно ставите любые УСМы, либо что-то делаете с предохранителем. То есть всегда проверяйте, чтобы работал и предохранитель хорошо, корректно, и механизм блокировки от выстрела на оружие со сложным прикладом. По внутрянке интересно и типично. Во-первых, здесь я поставил буфер, который отличается от того, который у меня есть на Saigoy 9. На Saigoy 9 у меня стоит ганетик с пружинкой. Здесь же теперь у меня набор буферов от Custom Guns. Три буфера в наборе с разной жесткостью. Я сначала поставил самый мягкий из них, потестировал. Ну, работает мягче, чем Saigoy 9. Попробовал зеленую, и разницу между ними, честно, я не почувствовал при температуре плюс 2, там, минус 2. Единственный нюанс, когда я попытался поставить более жесткий черный буфер, оказалось, что пружина просто так не лезет, и ее надо просто жестко протягивать туда. Возможно, опять же, из-за того, что я это ставил на улице, а погода уже, ну, совсем не летняя. Обновленный УСМ, также от Custom Guns, регулируемый. В предыдущем видео про Saigoy 9 я рассказывал уже про свой негативный опыт использования регулируемого УСМа. Никаких таких проблем, как на моем УСМе первой итерации, я не встречал больше. Но, тем не менее, мне там с УСМом не повезло. К слову сказать, я сейчас, когда стрелял из Saigoy 9 упражнения, у меня она опять начала пулеметить, и опять мне нужно будет УСМ сейчас как-то регулировать и что-то с ним делать. УСМ новый. Во-первых, мне нравится, что в комплекте идет крок. Мы получаем и курок, и спусковой механизм. То есть, между собой они дружат чуть лучше. Я обычно УСМ, которые ставлю, полирую, чтобы они хорошо работали. Здесь полировать не стал. Ощущал я, как не совсем прям плавно работает УСМ. Первый, ну, наверное, выстрелов 50 после его установки. Потом началось все штатно работать. В таком виде я получил инструмент, который от моей Saigoy 9 ничем не отличается ни по эргономике, ни по использованию. Обратил внимание на интересный момент, то, что сплиты на 345, на TR9S намного комфортнее делать, и отдача, в принципе, на ней ниже. Ну и проблемы. Не могу не сказать, на последней тренировке, уже после установки всего комплекта тюнинга, у меня было три утыкания патронов за 160 выстрелов. Это очень много, то есть для спортивного инструмента это прям недопустимо. Но дело в том, что они были все на одном магазине, магазин от Павган. Я его часто использую на своей Saigoy 9, там он работает без проблем. Но здесь он дал три задержки, причем первый раз эта задержка не очень хорошим последствиям могла привести, если бы не базовое правило безопасности при разряжении. На магазине от легального арсенала проблем никаких не возникало, но, тем не менее, с магазинами нужно быть аккуратно. И, видимо, 345-й, в принципе, чуть более критичен к чистоте и качеству магазинов, чем 9 на 19. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другой коллиматор, который установлен сильно ниже, то есть мне приходится по-другому вкладываться на этом карабине. И я сходу показываю на нем результат не хуже, чем на Saigoy 9. Итак, если коротко о плюсах и минусах TR-9S. Минусы. Дорогие патроны, в полтора раза дороже, чем 9 на 19. И люфтящий приклад, если вы не собираетесь его менять. С другой стороны, это повод сэкономить. Плюсы. Во-первых, она как Saigoy 9. На мой взгляд, это плюс. Во-вторых, она доступна уже после двух лет стажа. Не надо ждать пяти лет. Ну и третья, отдача на ней значительно слабее, чем на 9 на 19. TR-9S оказалась не без минусов. Свои нюансы все-таки в ней есть. Но при этом вполне себе хороший инструмент и возможность заниматься практической стрельбой тем, у кого еще нет пятилетнего стажа. А сейчас уже стемнело, патроны закончились. Пора отдыхать. Пока. Продолжение следует...